привет друзья рыбасики сегодня у нас между собой будут соревноваться за право поселиться в доме человека представители пушистиков хомячки и аквариумные рыбки мы же им поможем соревноваться подробно разбирая все так называемые плюсы и минусы и тех и других вдруг вам понадобится выбрать между аквариумными рыбками и пушистиками ну например захотелось завести в доме живой уголок и встал определенный выбор ну или дети захотели что-то живое и теперь вы в раздумье что купить рыбок или пушистость ну что ж начнем соревнования и если вам есть что добавить к сравнению то обязательно это напишите я думаю что постоянные зрители канала уже сделали свой выбор в пользу рыбок хотя кто его знает может у вас живут аквариумные рыбки и пушистики вот интересно как вы сделали свой выбор а пока поможем сделать этот важный выбор для других любителей живности начнем с места обитания для пушистика это или колетка или аквариум по мне так клетка лучше так как она проветривается ну а для рыбок только аквариум в клетке их содержать не получится тут вроде как соревноваться нечем и то и другое просто домик для питомца однако позже разберем это дело немного поподробнее а вот место для установки клетки или аквариума стоит отдельного внимания клетку для пушистого можно поставить практически куда угодно если место не понравилось то ее можно запросто перенести клетка и зверек не пострадает тут у домика для пушистого нарисовывается большой плюс а вот аквариум требует гораздо большего внимания к месту установки аквариум это стекло а она как вы понимаете очень даже хрупкая поэтому аквариум необходимо устанавливать на что-то плоское и надежное и аквариум нельзя вот так вот запросто переносить с места на место поэтому если вам вдруг приспичило его переставить то придется повозиться и еще аквариум может неожиданно потечь а это может стать настоящей катастрофой особенно если аквариум большой и вы живете не на первом этаже в общем в плане установки аквариум имеет слишком много минусов по сравнению с жильем для пушистых хомячков однако лично меня это не остановил насчет места занимаемого и тем и другим ну тут как рука возьмет можно и клетку для хомяка отгорохать в три этажа хотя обычно не поменьше аквариумов особенно тех что на полтонны а что там с электричеством ну что нужно пушистиком того света что есть в комнате им обычно хватает и дополнительно освещение они не требуют также как и дополнительного обогрева ну если только отопление отключат ну не знаю тут явно экономия и плюс аквариум тут все сложно освещение им подавай обязательно и в идеале не менее 10 часов в сутки практически всем рыбкам нужны компрессоры фильтр частенько не совмещены в одном приборе и это немного экономит деньги а если у вас доме с температурой проблемы то еще и нагревателем нужно будет обзавестись а то и тем прибором который будет охлаждать воду а это дополнительные расходы и частенько дополнительное занятое место например под компрессор или внешний фильтр и не забываем про электробезопасность и опять пушистики выигрывают да ладно а теперь поговорим про запах вот тут то рыбки уж точно на первом месте ну какой там от аквариума запах иногда немного пахнет речка и все запах от корма ну я бы не сказал что прям запах хотя сухие дафни нормально так пахнет ах ты чуть не забыл запах от живого корма тем более если вы вдруг решили его разводить в домашних условиях но этим мало кто занимается и если вы обычный аквариумист то вряд ли у вас от аквариумного хозяйства будет сильно пахнуть а вот теперь про клетку с пушистиком содержал я помню хомяков и вот как только не чистит у клетку запах все равно есть от корма нет вот от клетки есть и не всем это понравится а если вы решили содержать много пушистиков то приготовьтесь к достаточно сильному запаху животинок а значит в плане запаха аквариум впереди по приятности заодно упомянем грязь от питомцев ну от рыб какая грязь да практически никакой плавают себе в аквариуме почистили грунт раз в неделю и все от пушистой грязи будет побольше да и клетку нужно будет чистить чаще тут явный плюс аквариум стоит такой блестящий и чистый ладно а как с кормлением тут я думаю не с рыбками не с пушистиками проблем особых нет добыть корм для тех и других не сложно все продается однако у рыбок в кормежки есть небольшой плюс корм для них можно бесплатно добыть в природном водоеме если конечно он не замерз заодно и прогуляетесь и подышите свежим воздухом а добыть можно много чего трубочник мотыль тафни циклопов личинок комаров и дождевых червей например для крупных рыб в общем есть где разгуляться тут явный плюс рыбасом корм для хомяков добыть не так просто и скорее всего его придется покупать хотя трава на газонах растет бесплатно однако хранить корм для пушистых гораздо проще чем живой корм для рыбок и тут вроде плюс пушистиком но у рыбок есть очень хороший сухий корма который не требует особых условий хранения лежит себе закрытой сухой баночки и все ну насчет корма я думаю ничья что еще там есть у питомцев есть у них болезни они иногда к сожалению болеют и их нужно лечить и я даже не знаю кого проще лечить хотя мне кажется что с рыбками будет полегче их можно и в домашних условиях вылечить а вот хомяка скорее всего придется нести к ветеринару но тут опять свой плюс ветеринар лучше знает как лечить так ведь ну ладно тут вроде как опять ничья а вот например вы решили разводить своих питомцев в аквариумных рыбок все может быть и просто и сложно все сильно зависит от вида рыбок например гуппи размножается очень даже легко а вот со скаляриями уже придется повозиться пару нужно подобрать аквариум подготовить а потом еще и мальков нужно вырастить а это не так просто особенно для начинающих аквариумистов у хомяков в этом плане вообще все просто лишь бы рядом оказались сами то самка у меня свое время оказались и потомство не заставило себя ждать пришлось потом продавать и раздавать когда продавать надоело если там где вы живете некуда их девать то разведением лучше не заниматься хотя то же самое можно сказать и про рыбок особенно про живородок и некоторых цехлит например есть такие цехлозом и чернополосы тоже как-то давно развелись как тараканы и не знал куда деть кому тут плюсик поставить даже не знаю хотя у рыбок в этом плане выбора больше и можно прикупить как плодовитых так и не очень если для вас это конечно имеет сильное значение так а что там с ценой сколько придется вложить денег в плане экономии мне кажется впереди стоят пушистики купили пушистика калетку и домик и все стоит все это недорого корми и радуйся с аквариумом такое не прокатит пустой аквариум уже стоит дороже клетки а еще нужно оборудование компрессор фильтр кормушки по необходимости нагреватель или наоборот охлаждать да и цена самих рыбок может очень даже сильно кусаться так что в плане финансов я думаю пушистики побеждают рыбок ну хватит о деньгах а как общаться с питомцами с кем удобней пушистых можно взять на ручки пустить побегать по дивану и в этом есть свой плюс с рыбками конечно же такое не прокатит единственно как с ними можно общаться так это посидеть у аквариума и полюбоваться на подводный мир и про полюбоваться а тут на вкус и цвет товарищей нет кому-то больше по нраву коричневые пушистые создания и этого и вполне хватает а вот другим подавай разнообразие краса и что-нибудь поярче чем шерстка пушистика и немного про шерстку на которую у некоторых людей может быть очень сильная аллергия и если вы или кто-то из вашей семьи от нее страдают то пушистиков вам не видать как своих ушей насчет аллергии на рыбок я таком не слышал но может быть аллергии на сухой корм особенно на дафни тут все просто не используйте такой форм и все ну что сделали свой выбор хотя может завести то и другое если энергии на все хватит и место почему бы и нет я лично уже сделал свой выбор в пользу рыбок и очень этому рад но против пушистиков ничего не имею тем более что у меня живет один их представитель правда в виде кота здоровья вам и вашим питомцам пока